МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Светлана Александровна, расскажите, пожалуйста, подробнее о работе центра, в каких направлениях, какими направлениями деятельности вы занимаетесь, сколько вы уже, чтобы позволить сказать, существуете. Вот поподробнее. Наш центр основался по распоряжению правительства Рязанской области в 2012 году. Но в этом году мы отмечаем как год, то есть мы принимаем наших лиц безопределенного места жительства занятий, то есть наших клиентов. В том году, 14 февраля 2013 года, мы приняли первых двух наших клиентов. Они у нас старожилы, и в данный момент еще находятся у нас, по сути того, что очень долгое время занимает у нас оформление документов. Вот. Сейчас, в данный момент, один старожил проходит медицинскую комиссию на определение группы инвалидности, и потом мы будем его оформлять в стационарное учреждение нашей Рязанской области. Расскажите, вот как складывается жизнь этих людей, почему они оказываются на улице? Вот чаще всего, вот самая распространенная история. Ну, самая распространенная история. Или потеря близких людей. Люди у нас начинают, как говорится, депрессию заливать. Спиртными напитками остаются без квартиры, остаются на улице, остаются даже без ног, с обморожениями поступают. И поэтому остаются, соответственно, без документов. Очень много людей, которые поступают к нам клиентов, очень многие, которые даже российского паспорта никогда в глаза не видели. У них были паспорта, образца еще 1974 года, то есть СССРские. И поэтому очень трудоемкая работа идет по восстановлению паспортов, чтобы их опять признать гражданами Российской Федерации. Очень много людей по своей глупости потеряли где-то свои документы, и потом, как говорится, на авось жилье, авось и так пройдет все. Авось меня туда возьмут, авось меня на работу возьмут. Очень много конфликтов с близкими людьми, которые выставляют этих же наших клиентов на улицу, и они остаются без всего. Но к нам они приходят по личному желанию. Никто никого у нас, как говорится, не держит заперти. И при любом, как говорится, их малейшем, что я хочу уйти, и мы, как говорится, убеждаем людей, что надо восстановить все документы, опять принять статус человека, и потом уже идти, как говорится, в мир, в наш социум новый. Но некоторые остаются, а у некоторых точно уже образ жизни такой, и они уходят от нас. Ну, как вы уже сказали, очень много времени и сил уходят на то, чтобы восстановить документы. Помимо этого, чем еще вы занимаетесь, какие работы ведете? Пытаемся восстановить родственные связи, пытаемся найти родственников их, хоть кого-нибудь там, племянников, дядей, тетей, может, родителей, может, детей, может, еще кого-нибудь. Вот. И делаем запросы во все, в разные инстанции, какие только можно. Кто находит, находится. Через программу «Жди меня» мы нашли одного человека. Племянница у одной нашлась тоже благодаря нашему средству массовой информации через газету. Также мы контактируем с отделами ЗАГС, контактируем с органами УФМС. В общем, со всеми, мне кажется, с кем можно. Мы с отделом полиции, в общем, с очень многими, как говорится, мы связь держим. Нам помогает очень много церковь, особенно нашему подразделению «Социальный патруль», который выявляет лица нашего контингента на территории города Рязань. Их обеспечивает горячим питанием, вещевыми принадлежностями, предметами личной гигиены. Но определенные наработки, можно сказать, у вас уже есть. Ну да. Вот и снова в этом году, снова начали по-новому, как говорится, спонсоров искать. Ну, не отказываются. И люди помогают, и сами граждане. И вещевую, как говорится, помощь приносят сами граждане сердобольные. Звонят нам, куда можно вещи, например, бездомным. Церковь очень помогает тоже. Туда люди вообще приносят. А в церкви у нас, ну, как говорится, соглашение о сотрудничестве. Прихожане приходят, они приезжают на своей же машине, вот, и разливают, раздают им, вот, как говорится, в горячем виде уже, не только в сухопаяке, но и в горячем виде. Вот. Ну и точно так же с вещами тоже помогают. Я просто выезжала, скажем так, в рейд, да, наблюдала за работой. И много народа собирается. То есть при мне вот в лютый мороз был, градусов 27, наверное, вот этой зимой, рано с утра, человек 15, наверное, при мне присутствовал, люди подошли. То есть они уже знают, что машин приезжает. Они знают в определенное время, в определенные дни, что они приедут, их накормят, их обуют и оденут. И еще дадут, как говорится, чем можно помыться и чем можно побриться. Еще и пожелания выслушают. Да, еще, как говорится, психологическую помощь в какой-нибудь консультации, юридическую. Точно так же соцпатруль не только этим занимается, но они точно так же, как и мы, делают в ФМС запросы на восстановление, кто пожелает по личному заявлению граждан, по восстановлению документов и паспортов, и, как говорится, СНИЛСов, этих страховых свидетельств, и медицинских польз. В кого надо, они вызовут бригаду скорой помощи, сопроводят в лечебное учреждение, или, как говорится, по личному желанию захотят и привезут к нам в центр, который расположен, соответственно, в стационарный. Это все у нас, как говорится, деятельность нашего соцпатруля. Плюс, если человек хочет на стационарное учреждение, он ему позволяет и, как говорится, возраст, и группа инвалидности, то мы его оформляем на стационарное учреждение. Если нет, то человек уходит, как говорится, я хочу домой. Все, он уходит домой. Ну, в принципе, мы отслеживаем, кто есть, кто, где находится. Одного клиента в сентябре отвезли. Отвезите меня домой. Отвезли мы домой его. Но потом он сейчас находится в больнице. Его снова готовят на, как говорится, на стационарное обслуживание уже снова, на определение. Один человек трудоустроился. Семь человек мы в дом интернатов отправили в этом году. За год проделана работа. Поэтому работа очень трудоемкая. Тяжело с такими людьми работать? Тяжело. Не столько, что вот им, к ним нужно каждому найти свой подход. С ним нужно с каждым поговорить. Потому что не каждый человек первому встречному все расскажет. С некоторыми, некоторые правильно, все сразу же с первой встречи все рассказывают. Что, как, почему. Вот. Почему я здесь оказался? Почему вот так вот у меня вышло? Как я документы потерял? Все расскажет. Ну, это склад человек такой. А некоторые, мы выясняем все по крупиночкам, восстанавливаем, откуда нам, с чего начать нам восстановление документов. Выходит так, что люди, они смотрят, ведь можно доверить этому человеку или нельзя доверить этому человеку. В основном сотрудники у нас, ну, как говорится, женского пола, да, сотрудники женщины. Поэтому, ну, со всеми, как говорится, хорошее слово, всем приятно. Поэтому, ну, с нашими, которые вот у нас находятся клиенты, не знаю, я со всеми язык нашла. Все рассказывают, запросы делаем. У нас, в принципе, ну, как говорится, дружные клиенты, и друг другу помогают, и нам помогают, и мы им помогаем. Так что все взаимосвязано, взаимопомощь идет. Кто знает, как жизнь повернется? Может, они будущие чиновники и президенты, кто их знает, правильно? Надо помогать. Конечно, и вот некоторые даже у нас, вот наши клиенты, они говорят, а можно здесь у вас кривоше остаться? А можно здесь, вот мы, если мы найдем работу, а можно вот мы здесь останемся? Нам, говорят, у вас здесь нравится. Тихо, спокойно, хорошо. Ну, с жильем проблема, и с работой тоже, как говорится. Поэтому хотят некоторые остаться у нас. Ну, еще бы. Ну, Светлана Александровна, хочу вам пожелать успехов в дальнейшей вашей работе, чтобы у вас все получалось. Спасибо большое вам, и вам спасибо за то, что нас пригласили сюда. Всегда вас ждем. Уж лучше вы к нам. Ну, да. Это была программа «Семь минут». Мы с вами скоро увидимся. Берегите себя. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok